МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города» в студии Марии Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Будет ли в Рязани светло? Уличное освещение наконец-то решили поменять. Рязань возглавила рейтинг, да результаты плачевные. В городе оказалось крайне много аварийных участков дорог у учебных заведений. Память сквозь века школьники вспомнили узников Собибора. Дело сдвинулось с мертветочки. В Рязани наконец-то началась замена уличного освещения. До декабря 2020 года обновят более 3,5 тысяч фонарей. Власти уверяют, светить они будут более ярко и равномерно. Первую партию уже забрали. Новую лампу устанавливают в Центральном парке культуры и отдыха. На улицах Октябрьская, Галенчинская, Молодежная, Бирюзово-Кутузова и еще нескольких десятках улиц. Вышедшие из строя светильники меняют на новые. Параллельно, если требуется, специалисты устраняют дефекты фонарных столбов, то есть ведут комплексную работу по замене городского освещения. Новую лампу устанавливают в Центральном парке культуры и отдыха. На улицах Октябрьская, Галенчинская, Молодежная, Бирюзово-Кутузово и многих других. В перечень вошли несколько десятков улиц. Совместно с Дирекцией благоустройства согласован график. Координируем работу с их мастерами. Сначала люди проверяют наличие обряжения, питания и так далее. То есть целостность сетей. Дальше наша бригада выезжает и производит замену оборудования уже на месте. Работы ведутся во всех районах города. План корректируется ежедневно. Эти действия входят в первый этап реализации новых договоренностей, достигнутых в рамках энергосервисного контракта, заключенного между Дирекцией благоустройства города и ГПБ «Энергоэффект». На втором этапе в городе появится более 2000 новых эффективных светодиодных светильников. Они будут отличаться от старых оптическими линзами, которые позволят сделать освещение более ярким и ровным. Светильники установят на улицах с высокой интенсивностью движения, пешеходных переходах и аварийно опасных участках. В целом до декабря 2020 года обновят более 3500 сломанных и тусклых фонарей. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани благодаря школьникам появилась памятная доска. Ее установили на доме, где с 1962 по 2015 год жил последний узник Собибора, доживший до наших дней – Алексей Вайцин. Мероприятие прошло накануне памятной датой. 14 октября исполняется 75 лет со дня восстания в Собиборе. Это была обычная школьная работа. Ученики 40-й Рязанской школы в прошлом году провели краеведческий фестиваль, на котором рассказывали о знаменитых земляках. Одна из работ была посвящена Алексею Вайцину, последнему узнику Собибора. И не случайно в 2017-м Россию отстранили от участия в проекте реконструкции музея на территории бывшего нацистского лагеря «Смерти Собибор», что возмутило мировую общественность. Наша школа стала инициаторами, чтобы мы установили эту доску в память о таком замечательном человеке, как Алексея Ангеловича Вайцин. Мы вышли на центр Холокоста, наши учителя там работали, также представляли нашу работу на конкурсе. Для того, чтобы эта доска теперь находилась на этом здании. Алексей Вайцин был участником восстания на Собиборе, которое произошло 75 лет назад, но рассказывать об этом не любил, даже своим родным. Собибор сам в лагере. Он сказал, я ногой никогда не вступлю больше. Я там был, мне этого достаточно. Ну, вспоминаю его рассказы, просто вдаешься в ужас. Но он рассказывал, не говоря все в подробностях. Ну, иначе люди в лагере там сходили с ума. В ноябре 2009 года, когда в Мюнхене начался суд над бывшим охранником фашистского лагеря «Смерти Собибор» Иваном Демьяняком, Алексея Вайцина разыскал Дмитрий Плоткин, который тогда работал старшим помощником прокурора Рязанской области. Алексей Вайцин провел там полтора года. Он сортировал обувь вот этих. Он вспоминал вот эти детские ботиночки, горы детских ботиночек, которые оставались после детей. Его заставляли стричь женщин, которые отправлялись в газовую камеру. Он видел все. Он слышал гогот этих гусей, когда специально гусей завели, и гоняли их по полю, чтобы не слышали крик вот этих людей, сотен людей, которые загоняли в газовые камеры. Благодаря фонду «Холокост» и другим благотворителям в Рязани, на доме, где жил Алексей Вайцин, установили памятную доску. Я впервые в Рязани, и я почувствовала эту атмосферу какого-то удивительного добра, какого-то человечности. И я очень рада, я очень рада за дорогого Алексея Ангеловича, что вот эти люди здесь собрались, что у них чудесные лица, что они его помнят. Также в Рязани, в Горьковской библиотеке, открылась выставка «Холокост. Уничтожение. Спасение. Освобождение», посетить которую могут все желающие. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Впереди планеты всей. Рязань возглавила рейтинг самых опасных участков дорог, расположенных возле российских школ. Эксперты Общероссийского народного фронта проанализировали, возле каких учебных заведений чаще всего происходит ДТП. Улица Ленина в Рязани стала самым опасным участком в стране. Она появлялась в рейтинге дважды. Продолжит Валерий Седов. Пешеходных переходов у школы номер 7 в Рязани три. Каждый из них оборудован соответствующими дорожными знаками и светофорами типа Т7. Вот только люди продолжают нарушать правила дорожного движения. Выходов из школы несколько, однако самой большой популярностью пользуются эти самые ворота. Справа и слева от них пешеходные переходы. Однако некоторые дети перебегают дорогу прямо тут, в неположенном месте. За три года с 2015 по 2018 около школы номер 7, то есть на улицах Николы Дворянской и Ленина, произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Травмы получили 7 человек. Это статистика, которую приводят специалисты Общероссийского народного фронта. Они проанализировали количество ДТП с участием пешеходов в радиусе 100 метров от учебного заведения. Рассматривали все школы в России. В этом антирейтинге первое место заняла Рязань. Всего 19 мест, однако самих позиций больше 200. Так получилось из-за одинакового количества ДТП в разных регионах. Например, на втором месте расположилось две школы, а на последнем, 19-м, 140. Рязань с его показателем 7 ДТП, к сожалению, безоговорочный лидер. Кстати, в рейтинге региональной школы появляются 8 раз. Сотрудники госавтоинспекции рассказали, что они постоянно проводят работу со школьниками. На регулярной основе инспекторы ГИБДД проводят в школах профилактические мероприятия, такие как родительские собрания, детские уроки безопасности и прочие мероприятия, направленные на обучение детей. Стоит отметить, что оцениваются не сами школы, а количество ДТП вокруг них. То есть участниками происшествий становятся как ученики ближайших учебных заведений, так и обычные пешеходы. Сейчас на кадрах улица Менигали-Губайдулина в городе Уфа Республики Башкортостан. Этот переход занял последнее место в рейтинге. За три года здесь произошел только один наезд на пешехода. Местные представители ОНФ рассказали, как подошли к вопросу безопасности переходов. Мы подошли к этому вопросу системно. Несколько лет назад совместно с администрацией города мы выезжали в рейды по Уфе и оценивали ситуацию, насколько все-таки безопасны пешеходные переходы вблизи школ и детских садов. Помимо экспертов ОНФ, которые ратуют за то, чтобы сделать пешеходные переходы в городе безопасными, профилактическую беседу со школьниками проводят и сотрудники госавтоинспекции. Еженедельные классные часы, на которых ребятам напоминают основные правила дорожного движения. Однако, как считают уфимские сотрудники, это важно знать не только детям. Тут, наверное, надо еще и спросить с родителей, чтобы и мамы, и папы тоже доводили своим детям о надобности, о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Перед тем, как ребенок выходит из дома в школу, ну пусть даже он будет и взрослый, там 15, 14, 13 лет, обязательно надо напомнить подростку. И в свою очередь родителям тоже надо соблюдать правила дорожного движения, показывать им пример. Эксперты утверждают, что работу с детьми следует проводить в нескольких направлениях. Ученикам в школах основные правила дорожного движения напоминают преподаватели, а дома – родители. Притом, важно делать это с юных лет, как и рязанские мамы. Конечно, да, он уже знает светофор для пешехода, что зеленый – это надо переходить, красный – стоять. Я говорю, что нужно обязательно переходить на зеленого человечка. Мы всегда стоим и ждем, мы на красный не ходим. Надо переходить только по регулируемым светофорам, пешеходным переходам, смотреть по сторонам. Произошло ли в радиусе 100 метров от учебного заведения одно ДТП или семь – не столь важно. Печален сам факт – человек получил травмы. Притом, в рейтинге ОНФ есть немало случаев, где такое ДТП заканчивалось смертью. Вопрос скорее обстоит так, кто на самом деле виновник таких аварий – водитель, который не увидел дорожные знаки, светофоры и разметку, или пешеход, который не убедился в безопасности перехода. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Наталья Ярина, Эдуард Якушев. Телекомпания «Город» совместно с телекомпанией «Вся Уфа». Рязань присоединилась к всероссийской социальной акции «День МНО». Международное нормализованное отношение – важный показатель свертываемости крови. Его необходимо раз в месяц проверять пациентам с протезированными клапанами сердца, мерцательной аритмией, а также другими заболеваниями с высоким риском тромбоза. В этот день таким пациентам предложили бесплатно измерить уровень МНО. Тромб прикрыл сосуд, который воспитает руку, да? Мягкое стало, и вот тут не разорвешь. Это история со счастливым финалом. Пациента, у которого образовался тромб, прооперировали, и его жизни ничего не угрожает. По словам проректора по научной работе и инновационному развитию Рязанского медуниверситета Игоря Сучкова, тромбозы доставляют массу неудобств и снижают качество жизни пациентов. Кроме того, из-за них может наступить инсульт и самая страшная – тромбоэмболия легочной артерии. Это фатальное заболевание, которое ежегодно уносит огромное количество жизни. И смертность от тромбоза глубоких вен и венозных тромбоэмболических осложнений на сегодняшний день в общей структуре смертности входит в тройку ведущих нозологических форм. Лечить эти заболевания, профилактировать их осложнение на сегодняшний день крайне актуально. К сожалению, большинство жителей не знают о наличии у них таких заболеваний, как фибрилляции предсердия или так называемой мерцательной аритмии, которая повышает риск развития ишемического инсульта. Задача врачей, по словам главного внештатного специалиста-кардиолога Министерства здравоохранения региона, выявлять таких пациентов. Вот этим пациентам нужно обязательно рассматривать назначение антикоагулянтов, препаратов, которые разжижают кровь и предохраняют пациента от развития ишемического инсульта. Назначает антикоагулянты врач. Препараты есть разные, но большинство из них требует контроля. Сдавать кровь нужно как минимум раз в месяц. Для этого и используется тест МНО – международное нормализованное отношение. В день МНО рязанцы, принимающие такие препараты, смогли бесплатно измерить этот жизненно важный показатель. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 14 октября весь православный мир отмечает покров Пресвятой Богородицы. Праздник пришел на Руси из Византии и стал одним из самых любимых и почитаемых. Верующие вспоминают чудо, которое произошло в 910 году. По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе и спасла от нашествия войска варваров в целый город. История повествует нам о том, что к Константинополе подступали войска варваров. Обычно такие набеги заканчивались кровавой резней. Верующие в это время молились во Влахернском храме. Будущему известному святому, юродивому Андрею, явилось видение. Он увидел, как Богородица молилась вместе с присутствующими о спасении народа. После чего подошла к престолу и, сняв с головы покрывало, распростерла над молящимися. Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив жителей Константинополя от смерти. Матерь Божия, она откликается на многие наши просьбы и молитвы. И, конечно, когда нам особенно трудно, особенно тяжело, она и сегодня простирает свой покров над нами. И об этом нужно помнить, потому что часто в трудностях человек начинает отчаиваться. Но не стоит этого делать. Лучше обратиться в молитве к Матери Божией, к Господу. И помощь обязательно придет. На Руси праздник полюбился сразу. Множество храмов и монастырей посвящены этому событию. В народе стали появляться традиции, связанные с праздником. Одна из них – венчание на покров. В этот день молодые супружеские пары создают семьи, приходят в храм для совершения таинства венчания, потому что хотят в своей жизни иметь поддержку у Божией Матери, чтобы она благословила этот брачный союз. Вот по-матерински, как к маме приходят за благословением, просят этого благословения и надеются, что поддержка мамы, ее молитвы, они будут сопутствовать в семейной жизни. Покров Пресвятой Богородицы всегда отмечается 14 октября. Верующие стараются провести этот день в храме, прося помощи у Божьей Матери в своих житейских нуждах. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Теперь о самых значимых новостях недели. За прошедшие пять дней в Рязани произошло сразу несколько резонансных событий. Пожар в Академии ФСИН, аварии, но об этом позже. То, что случилось в одном из городских кафе, просто поражает. Выстрелил в голову и скрылся. В официантку одного из рязанских кафе неизвестный стрелял из травматического пистолета. Орудие нашли на месте происшествия вместе с шестью гильзами от патронов. В ситуации попытался разобраться Валерий Седов. Поступил сигнал тревога. Дежурная группа на выезд по адресу. На пульт дежурного отдела вневедомственной охраны по городу Рязани вызов поступил днем 10 октября. На каждое сообщение сотрудники реагируют оперативно. Их обмундирование – это бронежилет, защитный шлем и табельное оружие. Дежурной бригаде сообщают только специальный код. Три цифры, которые не разглашаются. Каждая такая комбинация обозначает ситуацию, с которой предстоит столкнуться сотрудникам отдела вневедомственной охраны. В этот раз вызов поступил из рязанского кафе, где в ходе ссоры посетитель открыл стрельбу. Травму получила 43-летняя работница заведения. И хоть мужчина стрелял из травматического пистолета калибра 9 мм, пострадавшую женщину с ранением в области головы доставили в больницу. Мужчина с места происшествия скрылся. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны обследовали близлежащую территорию и задержали злоумышленника. Им оказался житель Московской области, 1980 года рождения. По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области, разрешение на изъятый травматический пистолет у гражданина имеется. В настоящий момент проводятся расследования. Выясняются причины произошедшего. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Теперь о пожаре в Академии в Синроссии. О нем напоминают открытые настиж окна и разбитые стекла. Напомню, возгорание произошло в одном из лекционных залов. К счастью, никто не пострадал, да и на учебном процессе чупы никак не отразилось. Подробности у Дины Исляевой. Это видео сняли и выложили в сеть жителей Рязани. Пожар в Академии правого управления было видно издалека. Горел шестой этаж. В 20 часов 42 минуты поступило сообщение о загорании в учебном корпусе Академии в Син в городе Рязани. На момент прибытия было установлено, что происходит горение в лекционной витуре на шестом этаже. Вместо пожара направлено 17 единиц техники от МЧС России. В тушении участвует 41 человек. Пожару присвоили третью из пяти существующих категорий сложности. На его ликвидацию ушло порядка двух часов. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. По предварительной информации, это электротехническая причина. Но какая из них будет установлена в ходе экспертизы? Изъяты с места происшествия электропроводка, которая проходит определенные исследования. Сейчас само здание пока отключено полностью, потому что особенность электрической схемы предусматривает вот именно полную запитку. В данный момент отключено идет просушка всеми возможными способами. Немедленно оно будет включено, но в дневное время достаточно светло. Занятия идут в непострадавших аудиториях и помещениях. Сейчас в здании по-прежнему разбиты окна на шестом этаже, через которые тушили огонь. На остальных этажах окна открыты, видимо, чтобы выветривался запах дыма. Под крышами домов опасно ходить не только зимой. Если в холодное время года жители боятся, что на голову упадет наледь или сосулька, то весной, летом и осенью возникает другая опасность. Многие дома в городе старые. Крыши и элементы балконов часто не выдерживают погодных условий. И, как следствие, падают вниз. Кто должен следить за состоянием балконов и крыш, и куда обращаться в случае несчастья, расскажет Валерий Седов. Чтобы найти разрушенные балконы, далеко ходить не надо. Достаточно прогуляться по центральным улицам города. Например, состояние таковых на улице Коширина оставляет желать лучшего. Разрушенная бетонная плита, болтающаяся на ветру арматура. Все это висит прямо над головой пешеходов. Каждый день здесь хожу, балконы в отвратительном состоянии. То есть они могут обрушиться в абсолютно любой момент. Когда сосульки весна, и вот начинается зима осенью. Страшновато. Конечно страшно. А у нас есть выбор. А это еще здесь сухо. А вот когда сыро, вот там пройти нельзя, мы идем по дороге. Переживаю. Но надеемся, что их реконструируют скоро, в скором времени. Сообщение о падении балконов на пешеходов федеральных СМИ не редкость. Встречается подобное и в Рязани. И неужели падение балконов или элементов опоры – это вина жильцов? Юристы отвечают – нет. Все собственники квартир платят управляющей компанией или ТСЖ, которые и выполняют необходимый перечень работ по содержанию многоквартирного дома. Организация, которая собирает деньги за содержание жилья, ответственна, в том числе за проведение вот этих планово-предупредительных проверок, которые в том числе необходимы для предупреждения аварийных ситуаций, чтобы не было никакой беды. И здесь не просто проверка – пришли-ушли, да, действительно составляется акт осмотра. Как металлического ограждения балкона, чтобы вы не упали вместе с этой металлической решеткой, и балконной плиты. Все это делается два раза в год. Если человек заметил, что балкон находится в ненадлежащем состоянии, то следует обратиться в управляющую компанию. В том случае, если они не захотят провести проверку, следует идти в суд. У этой проблемы есть и другая сторона, более трагичная. Балкон или его элементы, которые находятся в ненадлежащем состоянии, могут и вовсе упасть на проходящих под ним людей. Вы предъявляете требования, когда у вас уже есть соответствующие документы, что вот там-то случилось то-то, то-то. Ваши, если есть расходы, подтвержденные документально, вы просите возмещение ущерба и компенсации морального вреда. Если в досудебном порядке у вас ничего не получается в результате переписки, то в дальнейшем вы обращаетесь в суд, и как потребитель вы имеете право обратиться в суд по месту вашего жительства. Управляющая компания или ТСЖ должны следить не только за состоянием балконов. Олег Попов перечислил не менее 20 пунктов, которые входят в графу под названием «Содержание жилья». И проверки почти половины этих элементов, таких как балконы, должны проходить не менее одного раза в год. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Две недели назад в скопине пропали два мальчика. Ушли гулять в лес. Мобильные телефоны у них разрядились, и они заблудились. К счастью, поисковикам удалось найти детей. Сейчас с ними все в порядке. О том, как работают поисковые отряды, в чем особенности поисков детей, и как в этом помогают братья наши меньшие, узнаете из сюжета. Нюхай. Хорошо. След. След. Хорошо. Умные и добрые глаза, мокрый нос и острый нюх. Вот так можно охарактеризовать поисковую собаку Айну. Восточноевропейская овчарка еще совсем щенок, но в полтора месяца уже могла взять микрослед, говорит ее хозяйка, кинолог поисково-спасательной службы Лиза Алерт Ирина Панина. Это новая моя собака, то есть она проходит обучение, ей только пять месяцев, но она уже участвовала в двух настоящих поисках. Она прошла с нами в прошлые выходные практически 12 километров, показала направление следа. Мы решили провести небольшой эксперимент. Спрятали ребенка в лесу и отправили Айну по следу. Пес справился с заданием на отлично, хотя в ветреную погоду искать крайне сложно. Запах человека может уносить ветром на расстоянии до 10 метров, но Айну это не сбило со следа девочки. Марина Агарзаева – самый юный член отряда Лизы Алерт, ей всего 10 лет. В поисках она сможет принимать участие только после 18 лет, а пока выступает в качестве просветителя. Рассказывает своим сверстникам, как надо вести себя, если произошла чрезвычайная ситуация, и как лучше одеваться, собираясь в лес. Ну, если погода холодная, то потеплее, чтобы не замерзнуть. И взять с собой надо обязательно светоотражающий жилет, чтобы его было легче найти. Еще надо взять с собой воду, еду, которая долго не портится, и заряженный телефон, чтобы, если что, позвонить. Ну, еще, если есть свисток, чтобы можно было подать сигналы, где ты сейчас находишься. Папа Марины Андрей за 4 года не раз принимал участие в поисках. Он признается, главные слова для него – найден, жив. На поиски детей приходит значительно больше волонтеров, но хочется найти всех. Особенно сейчас, когда ночью холодно, сыро, очень легко человек может получить переохлаждение, находясь в лесу. Что касается города, родителям Андрей советует, если ребенок до 13 лет пропал из вида, надо сообщить в полицию в течение 10 минут. Старше 13 лет – в течение часа. Если ребенок понял, что он заблудился, он не должен никуда уходить с этого места, потому как на этом месте его будут искать. То есть обратиться за помощью к людям в погонах, то есть это полицейские, либо мамы с детьми. То есть это люди, которые не останутся равнодушными к проблеме ребенка. Что касается транспорта, если ребенок уехал на транспорте, а один родитель остались, то значит выйти на следующей остановке и ждать, пока за ним придут. То же самое, если родители уехали, значит оставаться на месте. Главное запомнить, отпускать детей в лес одних нельзя ни при каких обстоятельствах. А взрослые, отправляясь куда-либо, должны сообщить об этом близким, чтобы те в случае потери знали, где приблизительно искать. Эта информация часто помогает волонтерам-спасателям, которые, кстати, работают безвозмездно, по велению сердца. И если вы увидели в интернете объявление о том, что отряд Лиза Алерт собирает деньги, не верьте, это мошенники. Поисково-спасательный отряд Лиза Алерт не собирает никаких денежных средств, не имеет никаких кошельков, счетов, регистраций и так далее. То есть вся помощь, которую мы принимаем, это батарейки, бумага, рации, навигаторы. Если вы хотите помочь, приходите к нам в отряд, помогайте. То есть денежных средств наш отряд не собирает. Огромная армия самых обычных людей по всей стране, узнав трагическую историю девочки Лизы из Подмосковья, не смогла остаться равнодушными. Каждую свободную минуту они посвящают поискам пропавших людей, не требуя ничего взамен. Главное, что они хотят услышать, жив. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Такой была эта неделя. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok